Отшедшим волхвом Отшедшим волхвом Тогда Ирод, видев, якопороган бысть от волхвов, разгневася зело, И послав, избився дети сущей Вифлееме и во всех пределях Его, Отдвою лету и нижайше по времени ежезвестный спыта от волхвов. Тогда сбыстца реченная Иеремеем пророком глаголющим, Глаз в раме слышен бысть, плач и рыдание вопль мног, Рахиль, плачущийся чад своих, и не хотяши утешитеся, яко не суть. Умершу же Ироду, си ангел Господень, во сне, Явись Иосифу во Египте, глаголя, Восстав по имя отрача и матери Его, иди в землю Израилеву, И замроша, боищащий душа, отрача те. Он же восстав по ята, отрача и матери Его, и приди в землю Израилеву. Слышав же, яко Архиллай царствует твой иудей, Вместо ирода отца своего, убояся там идти, Весь же прием во сне, отыди в пределы Галилейские, И пришед, вселися в ограде нарицаемем, Назарет, Яко да сбудется реченная пророки, яко Назарей наречится. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вторник, 11 января, и сегодня Святая Церковь предлагает нашему вниманию чтение Евангелия от Матфея. Мы с вами читаем вторую главу с 13 по 23 стих. И сейчас давайте с вами послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки на современном нам с вами языке. «Когда же волхвы отошли, си ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал и сына моего. Тогда Ирод, увидев себя смеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев и флиеме во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль велик. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода, си ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца и матерь его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. «Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Назареем наречется». Вот такие в ангельские строки сегодня мы с вами слышим. О чем же здесь наповествует апостол Матфей? Мы видим, что после того, как волхвы пришли в Ифилием, поклонились Господу нашему, получили во сне откровение от Бога не оставаться больше в месте том, не возвращаться к Ироду, не говорить ему, где находится родившийся богомладенец. Волхвы ушли в свою страну иным путем. Показатели говорят, что южным берегом Мертвой море, не заходя в Иерусалим. И вот после этого видим, что ангел во сне является Иосифу. Скорее всего, это был тот же архангел Гавриил, который Иосифу возвещал о том, что у Богородицы родится Сын Божий, который Божией Матери, являясь, возвестил ту удивительную вещь, что она станет Матерью Сына Божия. Вот здесь вот он также говорит Иосифу, что встань, возьми младенца свой, беги в Египет, потому что Ирод ищет души младенца. В этом у людей возникает такой вопрос, сомнение, что вроде как, почему Христу нужно было спасаться бегством таким вот образом, что неужели он как-то не мог помешать здесь Ироду выполнить свои планы. Несомненно, будучи Богом, Сидержителем, Господь мог это сделать, пребывая в младенческом состоянии по своей человеческой природе. Здесь, как говорит об этом мститель Иоанн Златоуст, Христос не проявляет свое всемогущество, потому что иначе его бы перестали считать за человеком. Если бы он, будучи таким вот грудным еще младенцем, стал бы проявлять свою божественную власть, то потом бы многие бы из нас сказали, что ну вроде как, как нам спасаться? Как мы можем походить на Христа, если он такой вот у нас особый? Это вот совершенно выше человеческих сил и так далее. Вот здесь вот Господь так вот смиряясь, получается, он уходит из израильской земли и уходит в Египет. Причем, что мы видим, ночью, видимо, во сне, получив это откровение от ангела, Осип тут же собирает свою семью, и тут же они под покровом ночи убегают из Вифлеема и отправляются в Египет. Как дальше здесь написано, приводятся слова пророка, который говорит, что из Египта озвала сына моего. Причем, как здесь толкователи говорят, что это прощество все-таки в первую очередь касается той ситуации, когда израильский народ был изводим Богом и из плена египетского. То есть символически сыном Бога называется весь народ израильский здесь. Но опять же мы с вами знаем, что очень многие вещи, связанные с Ветхим Заветом, являются прообразом уже новозаветных событий. Так вот и здесь вот. Так же и здесь Спаситель потом приходит снова с египетской земли, как будто бы повторяя вот этот вот исход евреев и приход их в землю обетованную. Почему же Ирод искал души младенца? Ну, здесь причина-то, в общем-то, одна. Это страх. Страх потерять свою власть, потерять свое место, потерять хотя бы вот это вот формальное, но уважение своих подданных. Ирода-то даже не просто не любили. Его, в общем-то, зачастую ненавидели за его жестокость, за его кровожадность. Но деваться-то некуда было. Боялись, им нужно было служить ему, как-то подчиняться ему и так далее. Тем более Ирод был утвержден на своем месте императором. Соответственно, всякий бут против него, он бы вызвал бы подавление именно римскими силами всех восставших. А что происходит дальше? Ирод, когда узнал, что волхвы не вернулись, весьма разгневался. Разгневался, обиделся, оскорбился. И решаются он очень страшные вещи. Видим, да, вот эта жестокость такая, вот это уже сатанинское состояние. Вот эта злоба огромная. Отомстить за свое осмеяние. Отомстить и всеми силами попытаться, да, помешать родившемуся Христу. Как-то вот дальше жить на этой земле. Видим, что здесь уже дьявол, конечно, дьявол, он не знал, кем является Христом. Что это для всех было сокрыто. Это тайна Божия. И ангелы бы не знали, как Бог воплощается. Вот мы видим, вот эта злоба сатанинская, она здесь через Ирода действует. И вот он посылает войска избить всех младенцев в Вифлееме. Можем себе представить, правда, это ведь твои подчиненные. Это твои сограждане. Ты идешь, посылаешь воинов убивать ни в чем не повинных детей. Всех младенцев в Вифлееме. Причем перед этим он выведывает от волхвов. То есть, когда ему звезда была явлена, и для себя решает, что да, это примерно где-то вот уже два года прошло. То есть, примерно, там, вот около года они добирались до Иерусалима. Ну и, в общем, вот решает, чтобы уже с запасом и уже убить всех детей от двух лет и ниже. По преданию, 14 тысяч младенцев было убито. И вот так, как здесь дальше пишет апостол Матфея, что сбылось реченно через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плачет рыдание, вопль великий. Архиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Да, Иеремия вот эти свои слова, Бог вдохновенный, писал в тот момент, когда евреи уводились в плен вавилонский. Великая скорбь стояла тогда на земле. Вот об этом он говорил так вот символично. Говорят, что вот он плачет рыдание, подобно тому, как мать лишается детей своих. И вот уже полностью вот эти слова его не сбываются, как раз на примере тех несчастных матерей вифлеемских. В каждом доме было тогда великое горе, великая скорбь. В каждый дом приходили безжалостные воины, забирали грудных детей, матерей их, и убивали беспощадно жестоко. По смерти Иерода, ангел Господнему с ней является Осипов в Египте. Говорит, «Стань, возьми младенца и матери, вводим в землю Израилева, ибо умерли искавшую душу и младенца». Ну, Иерод, он ненадолго пережил свое вот это злодеяние. Почему умер? Очень страшная смерть. Он сгнил буквально заживо. Там страшные вещи происходили с ним перед смертью, таких муках, возлобления страшного, но он умирал. Ну, прошло немного, там, не больше двух лет с того момента прошло. И вот ангел Господнему является Осипов в Египте и говорит, что все, возвращайтесь. Возвращайтесь, потому что уже умер, умер Иерод. И видим, что Иосиф снова берет семью свою и возвращается в землю Израилеву. Но в Уйде возвращаться он не решается. То есть, изначально собирался, видимо, уже и дальше в Вифлееме. Но узнав о том, что Архилай там царствует, Архилай достойный, в кавычках, наследник отца своего, такой же жестокий был. И он, убоявшись этого, идет, получив пять же во сне откровения от Бога, идет в пределы Галилейские. Причем ведь не просто так, видимо, что идет в город, называемый Назарет. А вот дальше слова могут показаться непонятными. Да сбудется речено через пророков, что он Назареем наречется. Казалось бы, нигде в пророческих книгах вот такого упоминания нет. Сидент Леонид Златул здесь даже считает, что здесь, возможно, апостол Матфей пишет такой-то книг, которая была утеряна евреями. Одна из пророческих книг, которая не дошла, получается, до нас. Но опять же здесь, как толкователи говорят, что слова, что сказано, сбудется речено через пророков, что здесь не что-то дословное и буквальное сказано, а вообще суть, что ли, состояния Христа, суть его служения, что он пришел в таком униженном состоянии, пришел смириться. Так же, как Назарет считали городом ни в чем не вдающемся, жители его считали весьма людьми малозначительными, так как Христос, поселившись в младенчестве в Назарете, берет на себя вот эту малозначительность человеческой точки зрения. Отсюда Дэна зря ему нарекается, как вот такой вот смиривший себя добровольно. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли. Дорогие братья и сестры, помоги нам Бог его помнить. А всем нам я вновь напоминаю необходимости чтения Сочинного Писания ежедневно по одной и подвесной лавры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова